Здравствуйте! Это программа Ревизор. Я Борис Соболев. Смотрите прямо сейчас. Распродажа Байкальского берега. Чем это пахнет? Масло, эскепидар, фенолы. Целлюлозный комбинат и миллион туристов. Это не место для аквапарков. Хватит ли здоровья священному озеру? Наши горняки на норвежском Шпицбергене. Я не знаю, что такое газ, что такое пыль, как порох. Бывший шахтер против треста Арктик-уголь. Надо брать костыль, разбивать генеральному директору голову. Российский форпост в Арктике. 700 миллионов убытков в год. Конопляж растет на тех землях, которые раньше культизировались. Ее травили, косили, теперь пытаются заколдовать. Выпаси и выпаси. Тува. Конопляная страда в разгаре. Итальянский фермер на Тверской земле. Меня пугать бесполезно. В Италию я не вернусь. За что его не любят новые земляки? В нашу русскую территорию. Кьянти с моцареллой против водки с огурцом. Чья возьмет? Байкал. Опять с ним что-то происходит. Сперва его называли надеждой советской целлюлозно-бумажной промышленности. В итоге, байкальский ЦБК – головная боль экологов на протяжении последних 40 лет. 20 с лишним лет назад поднялись над байкальскими берегами корпуса этого комбината. Тогда нам говорили, стране нужна целлюлоза. Слов нет. Нужна. Но какой ценой? Теперь новое веяние. Байкал – это уже надежда российской туриндустрии. Здесь собираются строить курортные зоны и принимать миллионы туристов. А вот документ, опубликованный в минувший понедельник. Государственный доклад о состоянии озера Байкал. Данные там более чем тревожные. Ну и что с того? Уже на другой день президент Бурятии предложил распродать на аукционах, фактически приватизировать байкальские берега. То есть ЦБК и туристов уже недостаточно. О том, что же происходит на великом озере и что за странные идеи роятся вокруг него – наш первый материал. Пока у каждого метра заповедной земли не появится свой хозяин, порядка там не будет. Это заявление с байкальских берегов вызвало в Москве, мягко говоря, изумление. Я думаю, что основываясь на заявлении руководителя республики, мы поступим с точностью до наоборот. Байкал – стратегический ресурс, содержащий 90% пресноводных запасов страны. Уникальная экосистема, государственный заповедник, федеральная собственность. Пока в Москве перечисляют эпитеты, на Байкале растут особняки. Интернет полон объявлений. Участки в водоохранной зоне с полным комплектом документов. Цены на побережье за последний год выросли в пять раз. Вдоль трассы Иркутск-Байкал – в три раза. На этом месте раньше была единственная лесопарковая зона города Иркутска, где росла прекрасная березовая роща. И до 2004 года это была муниципальная собственность. Рассказывают, что один из замов иркутского губернатора, в бытность свою районным главой, умудрился вывести реликтовую рощу из лесного фонда и продать собственной дочери по цене в 10 раз дешевле рыночной. До сих пор никто не провел проверку. До сих пор. Прошел уже полгода. Отказываются не только возбудить уголовное дело, отказываются даже провести проверку. Из государственного доклада о состоянии озера Байкал. В целом по байкальской природоохранной территории площадь, покрытая лесом, за один только год уменьшилась на 5% за счет сплошных рубок и гибели лесов. В стопах у нас присутствует и масло, и скипидар, и фенолы. Вот в таком виде отходы города Байкальска и байкальского целлюлозно-бумажного комбината поступают на очистные сооружения. 120 тысяч кубометров в сутки. Запах стоит такой, что можно потерять сознание. Сложно представить, несколько часов назад это адское варево было чистейшей байкальской водой. Надо производить продукцию, невзирая ни на что. То есть вот есть план, надо производить продукцию, надо выживать. Пока все идет по плану. Из государственного доклада о состоянии озера Байкал. За год производство целлюлозы выросло более чем на четверть. Как следствие, выбросы в атмосферу возросли на 11%, сбросы в поверхностные воды на 3%, количество отходов увеличилось почти на 20%. Выбросы метилмеркоптан, сероводород, вот это, к сожалению, как было. Может быть, чуточку лучше стало, может быть. Но все равно это периодически, когда роза ветров на город, то здесь вонь. Байкальский долгострой. Картина в стиле социализма. Строители новых очистных сооружений на отдыхе. Первый колышек в эту стройку вбили в ноябре 95-го. За 12 лет возвели несколько стен. Сейчас даже строители плохо помнят, чем они здесь занимаются. Да я даже не знаю, финские биореакторики, а что будет здесь? На сегодняшний день у нас есть небольшие, так сказать, отклонения от графика. За годы капитализма у ЦБК не раз менялись владельцы. Новые директора появлялись чуть ли не ежегодно. И каждый клялся, что в Байкал больше гадить не будет. Очередной торжественный пуск очистных сооружений был назначен на 1 июля. Несоблюдение вот этого срока, 1 июля, невыполнение вот этого первичного мероприятия, ну, повлечет за собой самые жесткие меры. Мер, как водится, никаких не последовало. Государство снова согласно ждать. По планам строительства городских очистных и, соответственно, их объединение системы очистки Байкалского ЦБК должно произойти в августе следующего года. В ясную погоду мрачными трубами комбината любуются с другого берега, из поселка Листвянка. Здесь правит иркутская миллионерша Татьяна Казакова. Сколотила состояние на китайских зонтиках, построила первую на Байкале гостиницу. Мэром стала, пообещав превратить поселок в международную туристическую зону. 48 отелей, это аквапарк, это горнолыжные трассы, это картинги. Из государственного доклада о состоянии озера Байкал. В районе поселка Листвянка отмечается явное увеличение концентрации сульфат ионов, хлорид ионов, фосфат ионов, нитрат ионов. Байкал ценен своей дикостью. Англичанка Дженнифер Саттон живет на Байкале 30 лет и 3 года. Занимается экологией. Периодически грозит России международными санкциями. Я бы сказала, что это не место для аквапарков, которые собираются строить. Ося и Киса здесь были, зато уборщиков не было. Растущие полчища туристов оставляют за сезон десятки тонн мусора. Когда будет большой наплыв туристов, это значит, что, естественно, и у нас бизнес будет идти хорошо. В предвкушении золотого дождя. Но прольется он на Байкальские берега, только если проект курортной зоны утвердит Москва. В прежнем правительстве за это отвечал министр экономического развития Греф. Теперь, похоже, настрой меняется. Постараемся сделать так, чтобы все-таки земля вокруг Байкала не была массовым порядком застроена. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Нельзя надеяться на то, что мы вокруг Байкала все застроим, а Байкал останется чистым и невредимым. Так, к сожалению, не было. Чистая вода или чистая прибыль? Выбирать придется. И то, и другое в России одновременно пока почему-то не получается. Архипелаг Шпицберген в Ледовитом океане был ничейным, а с согласия победивших большевиков стал норвежским. России осталось лишь право вести на острове экономическую деятельность. Государственный трест Арктик-уголь уже более 80 лет обеспечивает российское присутствие на Шпицбергене. При этом об экономической эффективности с него давно никто не спрашивает. Государственные дотации растут, себестоимость угля уже почти как у золота, отношение к рабочим и к окружающей среде, мягко говоря, не блестящее. А за всем этим пристально наблюдают норвежцы, которые только и ищут под каким бы предлогом нас с острова попросить. О шпицбергенских реалиях. Репортаж Андрея Цыганова. Смена в забое подходила к концу, когда шахтер Александр Снежко поскользнулся, упал, очнулся. Пол ноги нету вообще, ну мяса нету. Одна кусть только. От родного Ростова он был тогда очень далеко. В Арктику на Шпицберген Александр ехал заработать денег на машину, а заработал инвалидность. Теперь ему не хватает даже на новые костыли, дома за неуплату отключили воду. Все деньги уходят на поездки в Москву. Уже третий год Александр судится здесь с бывшим работодателем, трестом Арктикуголь. Сниматься не хочу. Вам предъявить иск за то, что вы совершаете противоправные действия. Почему? Ну вдруг у вас комментарий по поводу этого иска. Скромность и скорость этой дамы понять можно. Это уже четвертый по счету адвокат Арктикугля. Три предыдущих так и не смогли объяснить суду, почему на шахте не соблюдалась техника безопасности, а у самого шахтера не было даже обычной страховки. Гендиректор Треста, как оказалось, тоже не в курсе. Что значит без страховки? Это значит, что страховка у него была оформлена спустя три месяца после того, как он потерял ногу. Ну я думаю, что это не соответствует действительности. Соответствует? Я думаю, что нет. Несчастный случай, он не одиночный. Там очень много подобных случаев, которые происходят именно в шахтах Арктикугля. Там, где Александр стал инвалидом, на другом конце света, и взгляд на произошедшее – другой. Там своеобразная история, там, наверное, не столько виноваты были, неправой было трес Арктикугля, который практически что было, все он выплатил. Но человек, каждый человек хочет и желает побольше. Желать побольше здесь не принято. Поселок Баренцбург – это шахта, где люди работают, три десятка домов, где они живут, и все. На зону попали, закрыто, ничего нельзя, это самое, только на карточках, без всяких денег, без ничего. Интересно вообще. Вы просто не знали, что здесь так? Следующий раз будем знать, наверное, не приедем. Перед поездкой на Шпицберген все шахтеры подписывают контракт, минимум на два года. А прибыв сюда, многие говорят, что не знали, под чем подписывались. Когда я на 2001 году приехал, в костюмчик, в туфель, когда один костюм привезли. Мне сказали, да ты ничего не берешь, там все коп, все дадут, все будет. Все будет, как вспомню. Вертолет и этот буксир – единственная связь Баренцбурга с Большой землей. Попасть на борт – это сил. Лангьер ушел, там было такое. Пешком? Попросил, что там, после политического убежища? Экономического убежища. Лангьер, точнее Лангьербюен – главный город Шпицбергена, в 40 километрах от российского поселка. Здесь живут и добывают уголь норвежцы. В норвежскую шахту Свея объезжаем на автомобиле. Кругом новая техника, воздух чистый, как снаружи. Но больше впечатляет другое. Здесь уголь добывают не для галочки, а для прибыли. Зарабатываем мы неплохо. Цены на уголь сейчас высокие. Русские тоже хорошо работают, но угля добывают слишком мало, а людей у них слишком много. Ну и с техникой там какие-то проблемы. Сама не была, но говорят, у русских хуже. Ну, точнее, по-другому. Как лет на 20 в прошлое возвращаешься. За год в российской шахте в Баренцбурге угля добывают в 4 раза меньше, чем за месяц в норвежской. При этом шахта опаснее, уголь хуже, зарплаты ниже в 10 раз. Шахтеры на Шпицбергене и рады бы дать стране угля. Да ведь она не берет. Единственные, кто покупает российский уголь из норвежской земли – это испанцы и португальцы. А почти четверть всего, что добывается, вообще сразу уходит на отопление поселка. То есть, в прямом смысле, в топку. Туда же, видимо, уходят и казенные деньги. Уголь продается по цене в 5 раз ниже себестоимости. Все убытки из года в год покрывает госбюджет. Кормушка почти бездонная. Довод, что мы тут за всю страну отдуваемся, действует безотказно. У нас сегодня государство содержит армию. Вы знаете об этом? Мы можем сказать, что это деньги, которые уходят в никуда. Потому что прибыли от этого никакой нет. Рассматривать деятельность Треста Артикували с точки зрения экономической эффективности, я думаю, что, наверное, неправильно. И люди, которые здесь, являются участниками защиты интересов России. Интересы России в стратегически важной северной точке защищают в основном украинцы. Дома у них работы нет совсем. Из россиян едут, как правило, те, кому за... У нас возраст уже пенсионный. Дома работу сложно найти в таком возрасте. А здесь... Кому за 40, это уже отработанный материал на материке. Или те, кого в другом месте вообще до забоя не допустили бы. Поменьше идиотов бы было. То везут всех подряд. Проезжают люди, которые вообще в шахте не работали. Ужас. Они знают, что такое газ, что такое пыль, как порох. Зато на Шпицбергене приезжие быстро узнают, что такое тройка и с чем ее пьют. Водка тройка. Не знаю, знаменитый. Знаменита водка тем, что никто не знает, где это пойло варят. Ну, экспортный, конечно, вариант. Вот куда она привезена, даже не знаю. Из Голландии. Водка. То есть вам водку сюда из Голландии вывезли? Из Голландии. Ну, это не переместный чай. Продуктовый склад впервые за долгие годы забит не только тройкой. Но популярность напитка не страдает, хоть и выдается он по талонам. Два года назад он ампутировал ногу Александру Снежко. Сегодня пришел пальцы заезжему рыбаку. Но против полярной тоски медицина бессильна. Медсестры подтвердят. Приют много? Ну, я бы не сказал, что так много, потому что ограничения есть. Вы чего мало сказали, что здесь приют? А как пиво дают? Как нажимаем все-все-все. По себе всех не верят. Нет, тут сильно. Мы все пиво не верят из-за того, что... Из-за того, что мало запустят. Может быть. Валентину Ивановну в поселке называют «Коламбия Пикчерс». Местный радиодиджей по совместительству уборщица. Она каждый день сообщает населению о самом насущном. Говорит Бринсбург. Послушайте, пожалуйста, объявление и сводку погоды. Спорткомплекс работает с 11 до 20 часов. Почта работает с 10 до 17. Новости разнообразием не отличаются, но есть другой повод для гордости. Слово, да, полностью. Никто никогда... Не вмешивался. Зато в жизнь Бринсбурга активно вмешиваются норвежцы. Российский поселок им явно портит всю картину. И в эстетическом, и в политическом смысле. Нет никакой дискриминации по отношению к русским. Наоборот, мы относимся к ним с пониманием и терпением. Просто они никак не хотят понять, что обязаны здесь соблюдать наши норвежские законы. Особенно, что касается экологии. За соблюдением своих законов в Бринсбурге норвежцы следят очень пристально. Проверки и комиссии почти каждый день. Сегодня очередная. А то горячая вода. Светлая вода. А то холодная вода. Старая котельная явно гостей не впечатляет. Им говорят, тут ничего не работает. А они все фотографируют для отчетов. Чуть норвежцы за порог, Кочегар Левкович сразу объясняет, почему приходится их дотошных терпеть. Курят, понятно. Любому просто так уже тут не завтра. Если наши так уведут отсюда, то другие займут. А так, это крайний случай. Это наши, сродительская база. Сто процентов. В последние месяцы после смены руководства Арктикугля у обитателей Бринсбурга действительно появился повод гульнуть. В поселок, наконец, пошли живые деньги. Зарплаты выросли. Жизнь, говорят, налаживается. А между тем, шахтер Снежко, пострадавший ради стратегических интересов страны, снова зря прокатался в Москву. Договориться с трестом о костылях и протезе опять не удалось. У меня идет атрофировка полнейшая фульти. Я могу не стать на протез. Я тогда, не знаю, я пойду в Арктикугля пропишусь, там буду голодовки обилять, я не знаю, что мне делать тогда. Или просто тогда брать костыль и разбивать генеральному директору голову. Чтобы тогда вместе были инвалидами. Он на голову, я на ногу. В октябре с проверкой на Шпицберген отправляется серьезная правительственная комиссия. Ей, в частности, предстоит выяснить, куда казенный трест девает ежегодные 700 миллионов рублей дотаций. Арктикуголь, в свою очередь, не устает жаловаться на бедность. И даже содержать столовку и бараки для шахтеров ему будто бы уже не по карману. Это еще не все. Нам еще есть о чем рассказать. Смотрите после рекламы. Конопляжа растет на тех землях, которые раньше культизировались. Ее травили, косили, теперь пытаются заколдовать. Вот и вы, вот, выпаси, выпаси. Тува, конопляная страда в разгаре. Итальянский фермер на Тверской земле. Меня пугать бесполезно, в Италию я не вернусь. За что его не любят новые земляки? В нашу русскую территорию. Кьянти с моцареллой против ботки с огурцом. Чья возьмет? Граница с Монголией. Республика Тува. Или, как теперь говорят, Тыва. Считается, что конопля там появилась в 1956 году, во время целинной кампании. Тогда по распоряжению Хрущева распахали большую часть местных пастбищ. Вместе с семенами зерновых занесли и сорняки. Потом перестройка. Ничего не жнут, не сеют, не пашут. Важнейшим сектором теневой экономики Тувы становится то, что растет само собой. Конопля. В маленькой российской Колумбии на сезонном сборе самого живучего из всех сорняков побывала Елена Косова. Тува давно уже включена в общую систему промышленной кооперации страны. Крыжок Тувы из феодализма в социализм сорвался. Сегодня здесь не пашут, не сеют, не жнут. 300 тысяч населения, 80% бюджета, дотации. Половина народа без работы. А на полях лишь дикорастущая конопля. Конопля же растет на тех землях, которые раньше культивировались. Там пшеницу сажали, кукурузу. Затем это перестали сажать и начала расти конопля. Сколько ее здесь не знает никто. Говорят, еще лет 5 назад было около 70 тысяч гектаров. Теперь 28. Кто и как измеряет местный наркоконтроль, нам так и не смог объяснить. В этом году и засуха, и в прошлом году сильно дождливое лето. Я думаю, это способствует тому, что конопли стало намного меньше. Сначала ее травили, потом поджигали, теперь косят. Изредка конопляные поля перепахивают и засеивают овсом. Но поток марихуаны и гашиши из Тувы не прекращается. Все, товарищи пассажиры, садитесь в машину. Контрольный пост милиции Шевелик. Отсюда конопляная путь дорожкой через перевал ведет в Хакасию, Красноярский край. Ничего подозрительного, но наркокурьеры научились обходить пост стороной. В буквальном смысле. Двери держи! Девушка, которая сейчас о чем-то договаривается с одним из подельников, пересекала пост одна. Через метров 500 заглушила двигатель. А когда спустя 40 минут вновь завела, то в машине оказались еще двое. А что случилось? Вы объясните. Машину практически вывернули наизнанку, но наркотиков не нашли. Их либо не было вовсе, либо молодые люди успели их выбросить. Поиски в темноте ни к чему не привели. А когда рассвело, и искать не пришлось. Баулы с вещдоками лежали у обочины. На вскидку килограммов 10 марихуаны. Местные жители ее продают стаканами, как семечки. По 300 рублей за каждый. В Ачинске, откуда задержанный, стакан стоит 700. В Москве около 3000. Долго в Кызюль гостили-то? В сезон активного сбора конопли даже крупную партию наркотиков можно купить быстро. Маленькую дозу еще быстрее. Достаточно подъехать к любой чабан-стоянке. Это место выпаса скота. Пастуший день длинный, делать особо нечего. А трава-мурова повсюду. Заготавливай не хочу. Вон, вон, будка, это чабан, вкуси. За дозу с пастухами можно расплатиться пачкой сигарет или чая. Поселковые, как водится, зелья меняют на другой ширпотреб. Сначала предложат попробовать. Затем выставят цену. Это гашиш. От купленной дозы избавились сразу. Обнаружить на конопляном поле шоркающих, так здесь называют тех, кто изготавливает гашиш, не так просто. Для начала надо выбрать точку обзора. Далее в дело вступает оптика. Ну вот, в поле зрения появились шоркающие субъекты. Мужики, как трава! Как трава, травушка! Травушка, муравушка! На заготовку в поле чудес, как правило, выходят семьями. Когда возвращается, держит дистанцию. На шорканое несет последний. Он визуально контролирует то, что происходит спереди идущими. Вдруг, как сегодня, облава. Две сестры, отец с дочерью. Сейчас задержат последнего. Последний оказался женщиной. На руках ищут следы от конопли. Из отделения милиции отпустили всех, кроме последней женщины. Как ни странно, но она не успела избавиться от гашиша. Без работы, без мужа, четверо детей. Конопля, как спасение. Со стороны, жизнь здесь экстрим. Нищета и разруха, развороченные, как после бомбежки, заводы и фабрики. Их растаскивают на кирпичи и металлолом. Сгнившие коровники, покосившиеся дома. В них малоприветливые люди. Общаться хотят лишь пьяные. Москва? Да. Москва, Крым, и там обзоры. К этой лавке она часто приходит за овощами, сгнившими. Сегодня набрала помидоров. Готовить что-то будете из них? Ну? А что? Салат сделай. Большая часть тувинцев живет от конопли. Сенатор Людмила Нарусова предложила легализовать сбор травы и сдавать ее, как лекарственное сырье, в аптеке. Меня подвергли жесткой критике за это. Тем не менее, я предложила идею по принципу потребкооперации, как люди собирают дикорастущие грибы, ягоды, сдают их государству. По мнению сенатора, это мог быть и легальный заработок для людей, и доход в казну республики. Ведутся непростые переговоры с главным ведомством, которое занимается контролем за оборотом наркотиков. Я надеюсь, что Нарусова пошутила. Потому что, если она не пошутила, то у меня тогда очень серьезные подозрения, как бы сказать. Пока основными потребителями дури остаются наркоманы, внешние и внутренние. В любую деревню приезжаешь, там, говорю, целыми семьями. Они шохкают, продают. У них вообще там полный стой. Косяки он забивает 15 лет. Бросить сам уже не сможет. Крепко подсел. Я знаю, что конопля, она сушит мозг. То есть, ну, и не только сушит мозг, еще от нее амнезия. В принципе, все это излечимо. На учете в республиканском наркодиспансере числится 800 человек. Это официальные данные. На самом деле, курящих травку гораздо больше. Даже шаманы это подтверждают. Шаман Караол Тюлюшевич – сильный шаман. Молодежь наркозависимы, вы говорите. Такие люди приходят чаще. Шаман поведал, лечит наркоманов с помощью духов воды, бубна. Это кубная терапия. И еще рука. Шамана. Рукой извлекать, где тот зло человека находится. Вот и вот зло вытащить и выбросить. Он услышал голос духов и про нас забыл. А в это время на пустыре сотрудники наркоконтроля уничтожали очередную партию изъятой марихуаны. Сезон сбора конопли продолжается. Надышались выхлопными газами? Объелись генно-модифицированных продуктов? Забыли, как мычит корова и выглядят труженики села? Новый вид отдыха для жителей больших городов. Агротуризм называется. Об итальянском фермере, американских агротуристах и о том, как всей этой компании в Тверской деревне жить хорошо – наш следующий сюжет. Он сыровар в седьмом поколении. У него была фамильная ферма в Калабрии и апельсиновая роща на берегу Адриатики. Он бросил всё и подался в Россию. В 93-м я открыл первый в Москве ресторан итальянской кухни. Потом наехала мафия, всё отобрали. Мне говорили, друзья, беги домой. Денег оставалось аккуратно, билет до Италии. Но Пьетро Мацо повернул в север. Он купил разрушенный колхозный пищеблок в Тверской деревеньке и поселился там с молодой русской женой. До сих пор некоторые думают, что мы всё это украли. То есть, что это было наше, а вы у нас украли. То есть, хотя, когда мы сюда приехали, то есть, тут разносили уже по кирпичам стены. И не то, что оборудование, не было вообще ничего здесь. Нашу русскую территорию и денег мало заплатили. Зарплаты в селе по 2-3 тысячи. И то не у каждого, и не каждый месяц. Итальянец предлагал местным аграриям втрое больше. Подойдёт. Чё вы курите? Только присели. Чё вы курите? Давайте работать. И водку пить не разрешал, наверное, да? Ну почему? Мы у него не спрашивали. В общем, теперь на ферме у Мацо почти сплошь трудовые мигранты. Те, кому пить Коран не велит. Здесь нам хорошо. Избекистана таких денег нет. Никакого европейского лоска. Коровник, как коровник. Только у Дои вдвое больше, чем в селе. Секрет прост. Оказывается, скотину надо каждый день мыть и кормить свежим сеном, а не прошлогодней соломой. Чё-то у него не то. Как бы, знаешь, непонятно, как у него вот это дело такое состоится. Кто он такой сюда приехал? Он мешками деньги на себя относит. Я говорю, да иди поделись. Надо было его убивать, видите, с женой. В единственном кафе на всю округу сервис ещё не дотягивает до европейского. Итальянец и этим не приминул воспользоваться. Силота стоит на федеральной трассе. Он договорился с турфирмами, и те теперь завозят к нему на обед туристов, путешествующих по Золотому кольцу. Кормят лазаньей и сырами собственного приготовления. Потом проводят экскурсию по ферме. Это только в Австралии кингруи живут. Кингруи живут. Оказывается, кенгуру и страус-эму в России не водятся. А медведи хоть и есть, но в лесу. И в обнимку с ними никто не пляшет. Выяснив эти удивительные для себя подробности и пофотографировавшись с коровами, группа американских интеллектуалов продолжила свой путь. Это и есть агротуризм. Он очень популярен в Европе и Америке. Странно, как это в России ещё не поняли. Моцарелла, качёта, провола, рикотта. По старинным рецептам Пьетро с женой и узбеками готовят более 10 видов сыров. И каждый надо вручную отжать, да блинчик раскатать, да ложечку йогурта туда положить. Мне только молоко будет стоить 120, чтобы сделать килограмм моцарелла. То есть те сыры, которые в магазине стоят меньше, чем 250 рублей, я считаю, что это не настоящие сыры. Ну, в местном сельпо итальянца сразу отшили. Пробовал поставлять в Москву и Тверь, но там то деньги задержат, то товар изгноят. С магазинами Пьетро больше не связывается. Русский хороший человек. Мы не можем работать вместе. Почему? Другая голова. Своё заведение он назвал Бель Эпок. Прекрасная эпоха. Говорит, будто это о России. Сколько в Италии налог? Вот, если на такую фирму. У... Много платишь. Я думаю, что ориентировочно не платят 50%. В России Пьетро Матца платит 6%. Он является в своём селе крупнейшим и чуть ли не единственным налогоплательщиком. Вместо России и Италии, Россия лучше, много лучше. Он расширил производство, удлинил стол и кормит уже по 2-3 автобуса агротуристов в день. А ещё повесил на воротах табличку общественная приёмная депутата Госдумы и забил в мобильник телефон командира местного ОМОНа. Но это так, на всякий случай. Сетуете на судьбу или за державу обидно? Пишите нам и звоните. Разберёмся. Это была программа «Ревизор». До встречи в следующую субботу в это же время на канале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова